Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки. Когда у меня нет времени, я пеку очень простой, но вкусный домашний пирог с яблоками. Тесто замешивается буквально за 5 минут венчиком. Миксер не потребуется. Пирог получается очень нежный, мягкий, с кремообразной структурой. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на канал, найдёте много вкусных и простых рецептов. В кастрюлю вбиваю одно яйцо, добавляю сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Перемешиваю венчиком до однородности. Затем вливаю тоненькой струйкой молоко и перемешиваю, так чтобы не было комочков. Ставлю на плиту, довожу до кипения, огонь уменьшаю и варю до загустения. Это самый простой заварной крем, который я потом снимаю с плиты и оставляю остыть. Либо под пищевой плёнкой, либо периодически помешивая. Приготовлю тесто. В миску вбиваю 2 яйца, добавляю соль, сахар, ванильный сахар и перемешиваю. Взбивать не нужно. Сюда вливаю кефир комнатной температуры и растительное масло. Перемешиваю до однородного состояния. Муку соединяю с разрыхлителем, просеиваю в миску и замешиваю тесто венчиком. Не прошло и 5 минут, тесто готово. Для начинки использую яблоки. Я их помыла, очистила от кожуры, от семечек и нарезаю небольшими кубиками. Перекладываю в тесто. И перемешиваю. Может показаться много яблок, но в итоге получится очень вкусно. Форму застилаю пергаментной бумагой. Духовку к этому времени разогреваю на 170 градусов. Выкладываю всё тесто в форму и разравниваю. Крем у меня остыл и заметно загустел. Я его для удобства перекладываю в кондитерский мешок. И вот так вот отсаживаю просто в виде полосок любой рисунок. Можно крест-накрест, можно ромбы, квадраты. Тут уж как вам хочется. При выпекании пирог приподнимется и будет виден рисунок. Выпекаю пирог при 170 градусах 45 минут. Перекладываю его на доску, либо на поднос, на котором буду подавать. Убираю пергамент и посыпаю сахарной пудрой. Очень нежный, мягкий, вкусный, домашний пирог получается. Несмотря на его простоту, друзья, за счёт заварного крема, пирог получается не совсем обычный. Такой, как бы, может быть, даже можно назвать простой торт. Надеюсь, что рецепт понравился. Если будете использовать, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. Буду вам очень благодарна. Делитесь со своими друзьями, смотрите другие мои видео. У меня много на канале вкусных рецептов. Мира и добра! Всем пока!